ЗВОНОК В ДВЕРЬ Стало только хуже. Что делается? Только тяп-ляп на авось. Ремонт в подъезде делают из битой плитки. Недострой станет баней. Здесь активно ведутся строительные работы. Как продвигается строительство комплекса терм. Южный фрукт на Нижнекамских полях. Не знали, получится, не получится. Фермер получил первый урожай дынь. Нижнекамские новости в студии «Алмаз Каши». Здравствуйте. На улице юности произошло ДТП. Водитель сбил двух детей, ехавших на велосипеде. На месте происшествия сейчас находится наш корреспондент. Александр, какие подробности известны на данный момент? Здравствуйте, «Алмаз». Приветствую всех зрителей телеканала НТР24. Да, действительно, неприятная ситуация произошла на передней улице Корабельной. Двух детей сбил автомобиль «Мазда». Собственно, вот он до сих пор здесь находится. Достаточно много фактов нам буквально за несколько минут удалось собрать. Сам водитель, немножко о нем, ему 44 года, 20-летний стаж вождения. Ну, можно сказать, что он не заметил этих двух ребят, так как они ехали на велосипеде и с большой скоростью пересекали «Зебру». Нам удалось пообщаться с водителем. И вот предлагаю послушать, что он сказал о произошедшем. Подвоем на велосипеде, но, блин, не успел я даже как увидеть. Одни-то проскочили, вторые. Я даже не успел увидеть, как они ехали. Я выходил с того поворота, и они прямо под машину мне кинулись. Не слазя с велосипеда, на большой скорости летели. Но у них зеленый горел, да? Ну, у меня свидетель есть, что красный горел. У меня около 10 свидетелей, что горел красный. Я ехал на зеленый. То есть они на красный переходили? Ну, да, да, да. А примерный возраст, как вообще? Ну, вот такие вот пацаны. Лет по 6, по 7, наверное. Один на багажнике ехал, один на сиденье. И летели, скорость такая была. Я даже не успел среагировать на тормоза, нажать. Скорость, что сказали? Да там просто ушибы, ссадины, больше там ничего нет. То есть вы все-таки успели притормозить? Да, успел я притормозить. И как бы только они как бы с велосипеда упали, и все. Там ногу повредили, да. Это локоть, и тут вот борода у них. Ну, вот двое детей, да, действительно сидели на велосипеде. Велосипед вот сейчас лежит в багажнике у машины, да. Вот можно посмотреть, такие значительные повреждения. Сам удар пришелся в заднюю часть велосипеда. Вот даже колесо восьмеркой от удара стало. Ну, вот водитель говорит, что ехал он на зеленый знак светофора, а дети переходили дорогу на красный. Но не совсем. Правдивые показания водителя. В нашем распоряжении оказались кадры с регистратора автомобиля. Поэтому предлагаем сейчас их посмотреть. Да, они без звука, но, в принципе, после их просмотра многим станет все понятно. Ну, опять же, да, не хочется водителя полностью обвинять, да, вот в данном наезде. Все-таки, как мы видели, дети действительно переезжали дорогу, не спешившись с велосипеда, что строго запрещено правилами дорожного движения. На самом деле водитель очень сильно переживает. Мы с ним очень долгое время общались. И вот сейчас он пытается найти адрес, где проживают дети. Единственное, что известно, живут они на Корабельной 8. Но вот квартиру, к большому сожалению, мужчина не знает. Но он очень хотел бы извиниться и перед родителями, и перед ребятами. Двоих малышей забрала скорая помощь. Навитом по 6 лет. Серьезных травм, на первый взгляд, не выявлено. Были ушибы и ссадины. Но вот пока на этом о состоянии детей все, что сейчас известно. Ну и завершая вот это вот свое прямое включение, хочется обратиться ко всем нижнекамцам. Непременно берегите себя и своих близких. И вот в случае с дорогой старайтесь все-таки переходить дороги по всем правилам дорожного движения. На этом, Алмаз, у меня все. Передаю тебе слово. Спасибо, Александр. Да, я хотелось бы присоединиться к вашим словам. Будьте внимательны на дорогах. К другим темам. Угрожал порезать на кусочки. В Нижнекамске мужчина вымогал деньги у 14-летней девочки. Продолжалось это достаточно долгое время, пока школьница не рассказала о случившемся родителям. Сейчас идут разыскные мероприятия. Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Подробности у Анастасии Шакировой. Эта история началась два месяца тому назад. В июне к 14-летней девочке подошел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, тачил требовать от нее денежные средства. Девочка об этом инциденте никому ничего не рассказала и просто начала передавать ему деньги. Мужчина их забирал, убегал, а после вновь подкарауливал свою жертву. 8 августа в Управлении МВД России по Нижнекамскому району поступило заявление от жителей города Нижнекамска по факту вымогательства денежных средств у его несовершеннолетней дочери, неизвестным молодым человеком. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, а также проводятся оперативно-ростные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого. Девочка из благополучной семьи в общей сложности отдала ему 5000 рублей. Сейчас поиском злоумышленника занимаются сотрудники полиции. Если его поймают, его вина будет доказана. Его ждет уголовное наказание в виде лишения свободы. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. Гидромедцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение. На Нижнекамске надвигается аномально жаркая погода. До конца недели температура воздуха достигнет плюс 37-39 градусов. Синоптики отмечают, что среднесуточная температура сейчас превышает норму на 9 и более градусов. По прогнозу гидромедцентра своего пика жара достигнет в пятницу-субботу. Купленный автомобиль оказался в залоге. Известно об этом стало только через годы. Сейчас у Нижнекамса собираются забрать машину в счет погашения чужого долга. У Юрия Сергеева на столе кипа бумаг. Судебные решения, обращения, ответы и запросы. Все это накоплено за год. В июле 2020-го стало известно, что автомобиль его сына в залоге. И у него случился инсульт. И вот уже прошлый год он еще на сих пор полностью не восстановился. Как рассказал Юрий Сергеев, его сын Владимир купил в 2013-м году Вольсваген Полу. Перед сделкой проверил. Автомобиль чистый. И только теперь стало известно, что предыдущий собственник перед продажей взяла кредит на полмиллиона и заложила машину. Ряховская, которая брала кредит, она как-то внезапно вдруг умирает. Тоже в 2016-м году. В этот же год обанкротился и банк, где был взят кредит. После череды заочных судебных слушаний вынесли на решение забрать автомобиль в счет погашения денежного займа все это время. Новые собственники даже не знали, какие страсти кипят вокруг их машины. Если бы они честно поступили, сказали бы, может быть, и у сына не было инсульта. И все было, видимо, было что-то скрывать. Кредиторы сейчас идут на все, чтобы забрать автомобиль. Юрий Сергеев не намерен опускать руки. Он уже прошел десятки инстанций, обращался и в прокуратуру, был на приеме у депутатов. Пока результатов нет. Автоюристы рекомендуют до последнего искать правду. Нужно идти в суд и признать нового владельца автомобиля добросовестным правообладателем. Затем подавать документы на отмену судебного решения о безъятии честно купленной машины. Нижнекамский легковой автомобиль совершил опрокидывание на крышу. Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером возле дома номер 27 по улице Лесной. На место прибыли сотрудники бригады скорой помощи. А вот со слов представителей пресс-службы ГИБДД никакой аварии не было. Информации об этом инциденте нет ни в дежурной части, ни у представителей отдела по связям со СМИ. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Сегодня с 10 часов утра ограничили движение на перекрестке проспектов химиков и строителей. Напомню, в центре города установят новую стелу. Именно с этим связаны временные неудобства. Как говорят проектировщики, сооружение высотой 13 метров будет представлять собой дерево в колды. Инсталляция символизирует бережные отношения к экологии. Все ремонтные работы на этом перекрестке планируют завершить 30 августа. Более 30 видов бань, хамамы, бассейны с разной температурой. В Нижнекамске полным ходом ведется строительство терм. Располагаться новый оздоровительный комплекс будет по улице Юности рядом с парком аттракционов. На месте состоялось выездное совещание с Айдар Медшином. Шесть термальных бассейнов под открытым небом. Элементы аквапарка, бани и хамамы. Все это пока только в проекте, но уже полным ходом ведутся строительные работы. Термы – это формат полноценного оздоровительного отдыха, популярного в Европе. Теперь он станет доступным для всех татарстанцев. Более 40 лет это здание пустовало, а теперь здесь активно ведутся строительные работы. На этом месте появятся Нижнекамские термы, которые в два с половиной раза по вместимости будут больше, чем Ижевские термы. Для реализации проекта была предложена часть здания недостроенного культурного центра по адресу Юности-13, который находился в полуразрушенном состоянии. Сейчас происходит комплекс монолитных работ. Это по устройству двух пристроек. Это ось с той стороны, это ось, и входная группа основная. Производимые работы по демонтажу конструкции – это две лечебные клетки с той стороны. И монолитные конструкции. Далее происходит работа по углублению помещения подвала. Также здесь будет работать бассейн с морской водой. Различные парные, грязевые процедуры, более 30 видов бань. Общая площадь нового объекта составит 20 тысяч квадратных метров. Нижнекамские термы будут четвертыми в России. Ежедневно комплекс могут посещать около 4 тысяч человек. Если взять исследование Германии, человек, который ходит один раз или два раза в термы, а терм в Германии более 550 штук, живет на 7 лет дольше. Вот обычная простая схема. Ну или взять там финнов. У них богатая культура, у них в каждой квартире по сауне. Здание Нижнекамских терм и основной уличный бассейн планируют открыть в первом квартале 2022 года. Часть бассейнов и горок будут построены к лету следующего года. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 600 миллионов рублей. Стоимость посещения примерно будет как в Ижевских термах. Порядка 160 рублей в час в будни и 240 рублей в выходные. Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР. Благодаря бдительности соседей удалось избежать серьезного возгорания. Сегодня ближе к вечеру во двор дома 50 лет октября 10 прибыло 3 пожарных расчета. Горела квартира на первом этаже. Мы подбежали, Валера стал зайдить домой. Посмотрите, что там. Мы зашли, там дыма. Мы выходим. Я Руслану вот этому сказал, позвони пожарным. Этот молодой человек стал невольным свидетелем пожара. Происходило возгорание на первом этаже жилого дома. Там загорелась внизу раковина, труба что ли какая-то. Она там горела, мы так увидели. Потом начали сразу тушить. На место приехали три наряда спасателей. Благодаря общим усилиям распространение огня удалось избежать. На место приехала аварийно-газовая служба. Сейчас сотрудниками устанавливаются последствия инцидента. Точная причина пожара еще не установлена. К счастью, обошлось без пострадавших. Денис Макаров, Максим Липин, Новости НТР. Новое напольное покрытие сбитой плитки. Жильцов Химиков-4 не устраивает, как продвигается ремонт в подъезде. Не найдя правды в Дом управления, жители обратились в жилищную инспекцию. Чем закончилась история, расскажет Анжелика Степанова. На Химиков-4 долгожданный ремонт. Стены уже покрасили. Проблемы возникли при замене напольного покрытия. Привезли полностью битую плитку. Вот и все. Все-таки хочется, чтобы раз ремонт начали, у нас же стены красивые, все сделали. Ну и, соответственно, хотелось бы, раз уж начали ремонт, чтобы его сделали по-нормальному. Коль уже начали делать, сделайте что-то хотя бы хорошее. Нормальному, да. Хорошее делайте. Но вы же ничего не делаете. Все делаете, только тяп-ляп на авось. Мы не довольны этим, что такая ситуация идет. Мы бы хотели, чтобы у нас нормально ремонтировали вот этот, когда мы первый этаж. Жители рассказывают. Сначала на их жалобы в управляющей компании не реагировали. Сказали, ничего менять не будут. Максимум вырежут ровные куски из битой плитки. Но после обращения в жилищную инспекцию, старое покрытие убрали и закупили новые материалы. Сейчас в подъезде положили новую плитку, покрытие оценили вместе с жилищным инспектором. И теперь жители довольны проделанной работой. Ежедневно в жилищную инспекцию поступают по одной-две жалобы от жителей Нижнекамска. В каждом случае разбираются. Если у вас есть проблема, которую не получается решить, можно позвонить по номеру 42-37-33. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Снял колесо с чужого велосипеда. Необычная кража произошла у дома номер 37 на улице Корабельной. В момент воровства попал на камеру видеонаблюдения. Совершив преступление, мужчина скрылся в неизвестном направлении. Пользователи социальных сетей предположили, что, возможно, у него спустило колесо на собственном велосипеде. И таким образом воришка решил его заменить. Смотрите наши новости не только по телевизору. Трансляция канала идет на сайте ntrdefiz24.ru. Там же максимально оперативно обновляется новостная лента. Есть и мобильная версия сайта. Дыни с Нижнекамской плантации. Рядом с селом Красная Катка выращивают редкий для наших краев сорт бахчевых. Фермер решил посадить его в качестве эксперимента. И к его же удивлению все получилось. В чем секрет, расскажет наш корреспондент. И вот мы посадили дыни гектар. Даже не знали, получится, не получится. Все получилось. Пузатые дыни двух разных сортов греются на солнце. Экзотическая культура растет в окрестностях села Красная Катка. Об этой бахче знают уже далеко за пределами Нижнекамского района. Кто уже пробыл, уже второй, третий раз подъезжает. Они даже с Казани звонили, которые пробовали. Они говорят, давайте нам готовьте, мы приедем, заберем. Равиль Бадрудинов выращивать дыни начал в виде эксперимента. Посоветовали ему эти заняться друзья с Востока. Засеял семенами один гектар. Опыта не было. Шпаргалка для него стала интернет. Но жаркое и сухое лето оказалось только кстати. По вкусу дыни не отличаются от тех сортов, что привезены с юга. А главное, говорит мужчина, в них нет никаких нитратов. Анастасия Шакирова, Раушаня Сибатова, Максим Липин. Новости НТР. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В этом сегодня убедились члены общественного совета Нижнекамска. Они побывали на экскурсии на биологически очистных сооружениях по Нижнекамснефтехим. Чем запомнился объект приглашенным гостям, знает наш корреспондент Александр Халин. Вот эта разработка, она уникальная, она пока единственная в России. Речь о приораторах. В них в основном очищаются промышленные истоки. Вообще таких современных технологий сейчас на биологических очистных сооружениях очень много. Что не объект, так чудо техники. Все это удалось внедрить благодаря масштабной экологической программе Нижнекамснефтехима. На реконструкцию БОС предприятиям потрачено уже свыше трех миллиардов рублей. И это еще не конец. Пришли к решению провести третий этап реконструкции. Поэтому принято решение вообще уйти от реагентной дезинфекции и переходим на обработку ультрафиолетовым облучением. Отдельного внимания сегодня удостоилась лаборатория очистных сооружений. Только представьте, в день здесь сделают свыше 250 анализов, среди которых очень сложные и уникальные исследования. Микроскопирование активного ила, санитарно-паразитологические исследования, микробиологические исследования сточной воды. С помощью этих анализов мы определяем наличие индикаторных микроорганизмов, участвующих в очистке сточной воды. Таким образом, каждый этап очистки у специалистов под полным контролем. Все эти положительные изменения высоко оценили члены общественного совета. Но главное, что было отмечено, это открытость Нижнекамснефтехима в вопросах экологии. Они стали открытые, доступные и в средствах массовой информации, и в соцсетях. Постоянно мы видим, и они не скрывают и проблемные стороны, и те достижения, которые у них есть. Поэтому, конечно, реальная ситуация поменялась. Вот кому точно есть чем сравнивать, так это Николаю Моржину. Он прекрасно помнит, какими были очистные сооружения в 60-х годах. Это небо-земля. Я чувствую, что сегодня наше предприятие очень серьезно к этому относится. И думаю, что это вообще программа нашей России. Я о чистой Волге, о которой сегодня мы говорим. Мне все это нравится. Я думаю, что большой шаг вперед сделаю. В настоящее время ПАО Нижнекамснефтехим успешно реализует проекты, направленные на комплексное решение вопросов охраны окружающей среды. Особенно это касается части борьбы с неприятными химическими запахами в городе. Решение этой проблемы стало возможным благодаря современным технологиям и новейшему оборудованию, внедренном в ходе реконструкции БОС. Александр Халин, Евгений Лазаев, Новости НТР. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 через сайт ntr-defis24.ru или можете написать нам в WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды. Не переключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Грандиозная распродажа ивановского текстиля в Нижнекамске. Огромный выбор. Низкие цены с 13 по 29 августа. ТЦ Панорама. Третий этаж. Шинников 42. Школа на носу. Домашка. Вечера над учебниками. Такая нагрузка для глаз. Едем в Электроград. Есть там настольный светильник. Три уровня освещенности, сенсорное управление. Глаза не слепит и устойчивый. 990 рублей цена. И набор фломастеров в подарок. Акция действует до 31 октября. Подробности акцию продавцов-консультантов. Мы открылись. Салон Штор Арт Декор. В ТЦ Аврора. Второй этаж. Мира 45А. Нам требуется дизайнер-консультант по шторам. Телефон 917-29-18-347. 28 августа в Нижнекамске проводит прием врач-офтальмолог из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 36-38-45. Автосервис Драйв приглашает всех автовладельцев в городе Нижнекамск на бесплатное удаление катализатора. Установку пламя-гасителя и качественный чип-тюнинг. Строителей 41А. ЗТЦ «Меркурий». 8-919-639-67-97. Драйв. Сила в движении. Современные модели слуховых аппаратов в радуге звуков. Миниатюрные и комфортные. Расстрочка без переплат. Телефон в Нижнекамске. 32-33-53. Товарищ, не переплачивай. В строительном буме цены ниже. Проверь. Эмаль белая. Про ремонт. 0,9 килограмм. 145 рублей. Строительный бум. Низкие цены. Всегда. Нижнекамск. Улица Лесная. 16А. Проголосовать на избирательных участках можно 17-й. 18-го и 19-го сентября. Выбираем вместе. На Солнечной Поляне состоялся открытый турнир по стритболу. Во втором туре в соревнованиях у женщин приняло участие 4 команды. Сейчас первое место в турнирной таблице с семью очками занимает команда «Олимпийская четырка» из Нижнекамска. В соревнованиях у юноши первое место между собой делят коллективы в МММ и «Орион» из Набережных Челнов. Самым массовым остается турнир у мужчин старше 18 лет. За звание чемпионов борются 11 команд. Коллективы поделены на две подгруппы. По результатам двух туров лидером является команда «Стихии» из Лениногорска. В их копилке 27 очков. В Камских Полянах состоялось ежегодное соревнование по картинку на Кубок Таиф-НК. Соревнования прошли в пяти классах, в которых участвовали мальчики и девочки. Турнир проводился в 11-й раз. В этом году соревнования посвятили Евгению Львовичу Шафранову, человеку, связавшему жизнь с татарстанским автоспортом. Показать мастерство вождения приехали юные спортсмены из 15 районов Татарстана. В прошлые годы на гонку заявлялось более 90 спортсменов и свыше нескольких тысяч поляльщиков. В этом году из-за требований санитарных норм все прошло без зрителей. Для нижнекамцев заезды сложились не совсем удачно. Лишь одна награда. В классе «Хонда» 270. Серебро завоевал район Авдиинга. В составе хоккейного клуба «Нефтехимик» произошли изменения. Вчера было объявлено о расторжении контракта с Никитой Попугаевым. Игрок в нашу команду перешел в ходе прошлого сезона по обмену из московского «Динамо». В 12 матчах за «Волков» Никита отметился тремя результативными баллами. Во всех случаях он ассистировал партнером. Хоккейный клуб «Нефтехимик» благодарит Никиту Попугаеву за работу и желает ему успехов. В дальнейшей карьере. А вот где он ее продолжит, пока не сообщается. Это все новости на сегодня. Напоминаю, что вакцинироваться – это важно. Будьте здоровы. До свидания. Ветер западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В пятницу облачно с прояснениями. Have a good night. Останавливается две месяца. Влажно с прояснениями. Останавливается две месяца. Останавливается в 3 метров. Дивентная лоб. Во-вторых. Продолжение следует. Продолжение следует...